Я хочу рассказать про резервное копирование и про то, как можно попытаться правильно его организовать. Вообще, кто я такой для начала? Я генеральный директор компании IT-SUMMA. Наша компания занимается круглосуточной технической поддержкой и системным администрированием веб-сайтов. У нас сейчас на поддержке более 150 клиентов. Разные компании, есть большие, такие как, например, Lingualeo, Altergeo, Caramba TV, CarPrice. Есть крупные компании типа Русала. Есть очень много-много разных интернет-магазинов, которые мы поддерживаем. У нас работает 50 человек. Головной офис у нас в Иркутске. Вечерние смены у нас обеспечивает офис в Санкт-Петербурге. И у нас есть офис по поддержке аккаунт-менеджменту в Москве. Для наших клиентов мы, среди прочего, организовываем дополнительно резервное копирование. То есть мы не гарантируем его в рамках технической поддержки. Но поскольку мы, как любые нормальные админы, стараемся быть параноиками, мы по возможности организуем дополнительные резервные копии с серверов клиентов к себе машины. Сейчас этим занимается отдельный выделенный сотрудник. У нас две машины по 45 терабайт данных в Хетцнере, куда льются эти бэкапы. У нас где-то порядка 10 терабайт бэкапов заливается в сутки на эти машины. Мы эти бэкапы регулярно пытаемся проверять. Мы эти бэкапы смотрим, что с ними происходит. Мы сталкиваемся с проблемами при создании, при проверке, при мониторинге бэкапов. И вот об этом опыте, о том, что мы видим в процессе работы бэкапов, я и хочу рассказать. Сначала нужно понять, что вообще такое представляет из себя надежный бэкап. Потом я хочу рассказать, с какими проблемами можно столкнуться при создании бэкапа. При создании бэкапа, при дальнейшей эксплуатации системы резервного копирования, ну и при попытке восстановиться с бэкапа. Хочу подумать про то, как правильно можно сделать бэкапы, как правильно можно пытаться их организовать. Ну и важный дисклаймер, мы говорим о Linux, Apache, GenX, MySQL, PHP и серверах, поскольку это то, в чем у нас классная экспертиза, в чем мы хороши и что мы понимаем, как нормально работать. Но в принципе это все, как минимум идеологически, относится и к другим проектам. Итак, что такое надежный бэкап? Собственно, надежный бэкап – это, во-первых, бэкап, который создается, который делается регулярно и который складывается где-то там, где вы можете к нему обратиться. Это бэкап, из которого можно восстановиться в приемлемое время, и это очень важно. То есть вы можете делать бэкап и переливать его на сервер, но нужно понимать, что какое-то время, когда вам бэкап понадобится, он уйдет у вас на то, чтобы из него восстановиться. И это время должно быть приемлемое для вашего проекта. Это бэкап, который при восстановлении сохраняет свою актуальность. То есть там есть и данные, которые вам нужны, и эти данные вам не настолько устарели, чтобы проект просто перестал работать. И это такой бэкап, из которого можно восстановиться в случае технической аварии. То есть может быть авария связанная с человеческим фактором, а может быть авария, связанная с технической аварией в дата-центре или сервере, и если у вас бэкап лежит на том же сервере, восстановиться вы не сможете. Самая частая фраза, которую мы слышим, когда мы говорим про бэкапы, это «Чему там ломаться?» Ну, то есть это простая штука, которую мы настроили один раз, которая работает, работает, себе заливается, и дальше о ней не думаешь. Однако, если задуматься и попытаться представить себе список проблем, которые могут быть с бэкапами, и которые мы видели, их очень много. Они разные, и я хотел бы сейчас о них поговорить. Самая частая проблема, которую мы видим у клиентов, которые к нам приходят, это, собственно, проблема с тем, что сам бэкап не работает. Для примера, вы бэкапили базу данных, вы бэкапили базу данных каким-то простым дампером с использованием пароля от MySQL. В какой-то момент у вас была регулярная процедура смены паролей на сервере баз данных. Вы сменили этот пароль на сайте, вы сменили пароль в базе данных, но вы не сменили пароль в скриптах бэкапа. Скрипты бэкапа продолжают отрабатывать, возможно, они даже делают какой-то архив, который куда-то заливается, однако внутри ничего нет, поскольку просто сам по себе бэкап не создается, бэкапы пустые. Дамб базу данных копирует не ту базу данных. Часто видим при выкладке новой версии сайта, где сохраняется старая версия базы для возможности отката на старый дамб, новая версия базы для нового сайта, а дамб базы данных делается по именам этих баз данных. Фактически база данных продолжает бэкапироваться старая, сайт работает на новой, и несколько месяцев спустя, когда вам нужно восстановиться, вы узнаете, что данным у вас прошло 2 или 3 месяца. Во время резервного копирования заканчивается место на диске. Очень частая проблема, связанная с ростом сайта. Вы настроили нормально работающие бэкапы, которые работают ежедневно, они хорошо работают, они заливаются на внешний сервер, но ваша база выросла. У вас было, условно говоря, 30 гигабайт свободного места, ваша база данных стала весить 40 гигабайт, и в процессе архивирования, в процессе создания дампа, если вы дампуете на тот же самый сервер, место заканчивается, дамп крашится, возможно, опять же, что-то перельется, что еще к тому же ведет вас в заблуждение на тему того, что какие-то данные в бэкапе есть, но бэкап опять же не работает. Частая проблема для тех случаев, когда дамп базы данных делается с резервного слейва, с резервного сервера, это то, что в какой-то момент резервная машина разрывает репликацию с основной, дамп при этом продолжается с резервной, состояние репликации не замониторено, спустя некоторое время после того, как вам нужно восстановиться из бэкапа, вы знаете, что слейв у вас дико отстал, бэкапы вы делали с отстающего слейва, и на них неактуальные данные. Дамп базы данных делается реже, чем необходимо. Ну, простейший пример. Вы делаете бэкап раз в сутки, например, в 3 часа ночи. Авария на вашем сайте случилась в 10 вечера следующего дня, а заказы, данные магазина, данные сайта хранятся, например, только в базе данных на этом же сервере. Вы потеряли данные за последние 10 часов. Возможно, это не критично, а возможно, это и очень критично, если у вас объем заказов буквально каждую секунду идет. Дамп базы данных сохраняется только на том же сервере. Тоже очень частая проблема для резервного копирования, когда данные складываются в папочку «slash backup», откуда потом есть мысль восстановиться. Этот бэкап не работает, если у вас умрут диски. Этот бэкап не работает, если случайно в результате человеческого фактора кто-то удалит все данные. Этот бэкап не работает, если у вас умрет дароцентр, и вам нужно будет переезжать в другой. Дамп базы данных делается хитрым способом и невосстановим. Эта штука встречается реже, но встречается. В первую очередь мы ее видим, когда у клиентов есть большой-большой бэкап данных, и они хотят делать, например, инкрементальные бэкапы базы данных, которые складывают, чтобы не сильно много занимать места на бэкапном сервере, а потом из них попытаться восстановить. Восстановление из инкрементальных бэкапов довольно сложная процедура, которую администраторы делать не очень любят. Ни администраторы, ни разработчики, никто. Я очень редко встречал запланированную процедуру попытки восстановления из инкрементальных бэкапов, которая делается регулярно. Поэтому в тот момент, когда выясняется, что хочется восстановиться из инкрементального бэкапа, оказывается, что какие-то из очередных итераций были пропущены, или в принципе бэкап не работает, или что-то еще, и из бэкапа восстановиться нельзя. Другой частый кейс – это шифрование резервного копирования, которое в какой-то момент при необходимости восстановиться, например, шифруется это все открытым ключом, расшифровывается это все закрытым ключом, выясняется все, что открытый ключ сохранялся и им шифровалось, а закрытый ключ давным-давно потеряли. Восстановиться из такого бэкапа тоже становится нельзя. Друзья, очень частая проблема, особенно для интернет-магазинов с большими каталогами – это нежелание копировать статические файлы. Пусть у вас есть большой-большой магазин, на этом магазине есть порядка, например, 300 гигабайт изображений, карточек товара, бэкапится только база, хорошо бэкапится база, бэкапятся товары в этой базе, однако сами карточки товара не бэкапятся. Предположим, у вас какие-нибудь классные финтифлюшки, которые хотят купить, когда смотрят на их фотографию? Кому нужны 40 тысяч товаров без картинок? Фактически никому. Почему клиенты не бэкапят такие данные? Они думают, мы можем восстановить их, если что, перерезалив их на сервер, восстановить их выгрузкой из 1С и так далее. Однако, например, у одних наших клиентов при проверке оказалось, что подобное количество картинок загружаться на сайт будет в течение двух недель. То есть в течение двух недель интернет-магазин, который продает фактически только из-за изображений товаров на сайте, будет работать без этих изображений. Ну, собственно, да, то, что я сказал, статика копируется без карточек товара. Статика запаковывается в архив. Это некое улучшение с предыдущей ситуации, когда мы архивируем 300 гигабайт карточек товара, картинок товара, архивируем их в один архив, из которого вытащить при необходимости становится очень долго. То есть 300 гигабайт за архивированного файла распаковываются часы. Тот же самый TARGZ при попытке, например, вытащить только одну из карточек будет работать последовательно. И может оказаться так, что одну единственную картинку вытаскивать приходится в течение нескольких часов, трех-четырех и так далее. Все складывается на тот же сервер. Это очень частая проблема. Мы берем статику, мы ее архивируем, мы ее складываем в соседнюю папочку, и в итоге, если происходит какое-то удаление или авария на сервере, картинок у нас нет. Про конфигурацию. Грамотные администраторы скажут, что конфиги на сервере бэкапить не стоит, потому что грамотного администратора конфиги на сервере управляется через систему управления конфигурацией. Но поскольку мы говорим о реальной жизни, о клиентах с одним, двумя, тремя серверами, то все-таки конфигурация происходит на сервере, и очень часто конфиги не бэкапятся вместе со всем остальным. Если у вас есть какой-то сложный список реврайтов для SEO-требований, если у вас несколько сайтов, если у вас сложные локейшены, конфиги нужно обязательно бэкапить, и бэкапить их туда же, в надежное хранилище, где вы знаете, что можно восстановиться вне зависимости от серверной конфигурации. Это главное. Собственно, как, учитывая все эти ошибки, попробовать сделать правильно? Прежде всего, нужно понять, какие у вас должны быть требования для того, чтобы… Какие требования к организации бэкапа, к времени восстановления, к актуальности данных и так далее. Понять, как правильно копировать, правильно делать резервирование, совершать регулярную проверку работоспособности бэкапов с точки зрения мониторинга автоматически, немножко вручную, и делать регулярные попытки восстановиться из бэкапов, просто чтобы понять, что сайт заработает. Что такое постановка требований? Для начала мы должны понять, насколько нам важно, насколько актуальными будут данные при восстановлении на заданный момент времени. То есть, то, что я говорил. В разное время суток, в разное время дня. Если мы восстановимся из заданного бэкапа, насколько нам будут актуальны те данные, из которых мы восстановились, и насколько нам будут важны те данные, которые мы могли потерять. То есть, бэкап в 3 часа ночи, авария на следующий день в 11 вечера, нужны ли нам данные с 3 до 11 вечера? И насколько фатально будет потеря этих данных? Если у нас интернет-магазин с небольшим количеством заказов, где приходят все данные о заказах на почту, ссылзам, это не сильно критично. Если у нас, например, какой-то сложный портал с работой пользователей, если у нас какой-то сложный сайт, где пользователь загружает свои картинки, это может быть очень критично, потому что пользователь скажет, я работал целый день, где результаты моей работы? Как долго займет процесс восстановления базы? Восстановление базы, восстановление статики, восстановление сервера целиком вместе с конфигами. То есть, да, мы делаем бэкапы, мы знаем, что они есть, но, может быть, восстановление из бэкапов займет 4, 5, 6, 7, 10 часов, и, возможно, это время критическое для сервиса означает либо большие потери денег, либо означает уже фатальный простой. Это нужно понимать, это нужно измерить и для себя понять, какие должны быть требования на это восстановление. Где хранятся бэкапы, насколько эта площадка будет не связана с основной? То есть, как я уже сказал, частая ошибка складывать бэкапы в ту же площадку, где находится продакшн сайт. Нужно выбрать какое-то отдельное решение, куда складывать эти бэкапы, где их хранить, и понимать, что из этой площадки можно восстановиться довольно быстро. То есть, если это какой-то внешний дата-центр, на этот дата-центр можно быстро перелить данные, и из этого дата-центра можно их быстро скопировать обратно. Собственно, давайте подумаем, как можно пытаться правильно делать бэкапы. Очень часто мы почему-то видим, что для MySQL бэкапы продолжаются сдаваться MySQL-дампом. Это, в принципе, хоть какой-то хороший метод для того, чтобы бэкапы, в принципе, были, однако уже долгое время есть утилита под названием Extra Backup, созданная компанией Hypercon, которая позволяет быстро, просто и неблокирующе скопировать данные. Смотрите, когда вы бэкапите данные MySQL-дампом, данные из базы превращаются в набор SQL-команд, которые затем вы выгружаете куда-то на сервер, и которые нужно будет снова влить. 4-гигабайтный SQL-дамп на SSD-диске в среднюю таблицу, в какую-то типичную e-commerce таблицу, будет влияться где-то порядка минут 20. Соответственно, если ваша база весит порядка 40-50 гигабайт, то мы говорим о 200-300 минутах вливания дампа, то есть порядка 5 часов восстановления только базы данных, если вы забэкапили MySQL-дампом. Как работает Extra Backup? Extra Backup копирует директорию с данными MySQL в рабочем состоянии, не выключаемой SQL, параллельно, при этом сохраняя undo-логи изменений, которые происходят в этот момент с базой. Переливая это все на внешний сервер, он потом применяет эти undo-логи к скопированной директории с данными, и в итоге мы получаем точно такую же работающую директорию с данными, которую мы можем использовать в качестве бэкапа, и которую не нужно заливать обратно SQL-командами. Ее можно просто положить в качестве директории и с нее восстановиться. Подробнее есть в нашем блоге, есть отдельно ссылка на Percona Tools, где есть мануал по тому, как используется Extra Backup. У меня есть две штуки, которые я прям люблю говорить. Если вы почему-то не применяете SSD-диски, применяйте их обязательно, если вы почему-то кроме отдельных очень сложных кейсов не применяете Extra Backup, применяйте Extra Backup, пожалуйста. Если Extra Backup не сильно хорошо подходит для Myson таблиц, но если у вас почему-то есть Myson таблицы, пожалуйста, срочно переведите их в NDB. Второй вариант резервного копирования дополнительный. Если вам нужны свежие данные, при этом вы опасаетесь, что человеческий фактор удаления данных, удаления таблиц может привести к аварии, а вам не хочется ждать долго процесса восстановления с резервной копией, это так называемая отложенная репликация. Раньше это была утилита от Percona, которая позволяла делать реплицирующий сервер, который принимал все команды с мастер-сервера с задержкой во времени. Начиная с версии MySQL 5.6, это прямо штатная штука MySQL репликации, где вы можете сказать change master to master delay и задать эту задержку в секундах. Таким образом, у вас будет всегда копия основной базы данных, актуальная, например, на минус 15 минут назад. Если вы делаете какое-то действие, которое привело к разрушению данных на основном сервере, у вас есть всегда база, в которой вы можете остановить репликацию в течение 15 минут, остановить репликацию, переключиться на нее и продолжить работу, как ни в чем не бывало. Конечно, какие-то данные будут потеряны, но у вас не будет простоя на то время, пока вы будете пытаться восстановиться из бэкапа. И если вам совсем никакие данные нельзя терять, то дополнительно к этому мы рекомендуем сделать еще репликацию резервирования бинлога. В бинлоге это фактически все операции записи, которые происходят с базой данных. И есть специальные утилиты, которые позволяют на бэкапном сервере поднять коннект к основному мускулю и просто перетягивать бинлог за бинлогом все данные, которые вы можете потом проиграть в случае восстановления. Это кейс, когда вам нельзя терять никакие данные, но при этом вы хотите бэкапиться, например, раз в сутки. Вы бэкапитесь каждый день в 3 часа ночи. После этого на вашем бэкапном сервере вы перетягиваете все изменения, которые были за день сделаны в эти бинлоги. Если вам нужно восстановиться, вы восстанавливаете из бэкапа в 3 часа ночи, а потом повторяете все те операции, которые были сделаны следом. Статика. Собственно, самый простой кейс. Если у вас файлов не очень много, вы их просто архивируете, копируете. Если не хватает места и много данных, места на жестком диске вам просто не хватает, то мы для себя, например, подзавимствовали штуку из extraDB стрима. Стрим – это когда вы не складываете данные на локальный сервер, а переливаете их сразу на сервер, где хранятся бэкапные копии. И можете переливать таким образом данные непосредственно сервера на сервер. Если у вас совсем большой объем данных, ваш архив весит, как я говорил, сотни гигабайт, а вам нужно иметь возможность восстановить отдельные файлики в случае проблем, мы также делаем еще и R-sync на бэкапный сервер без команды delete, для того, чтобы удаление не перенеслось на резервную копию, где просто хранится актуальная директория со всеми статическими файлами. Это как бы единовременная директория, единовременный слепок, из которого можно восстановиться. Если есть резерв, то можно также использовать, например, daemon lsyncd на резервный сервер, который занимается реплицированием, копированием файлов на этот резервный сервер. Это связка R-sync и системы нотификации на tify. На любой измененный файл происходит R-sync, при этом R-sync i-notify игнорирует операцию удаления. Фактически у вас получается на резервном сервере директория, в которую заливаются все изменения файлов, но не заливаются файлы с удалением. Есть, кстати, один момент. Обнуление файла в ноль считается в данном случае изменением, а не удалением файлов, поэтому обнуленные файлы могут перенестись на резерв, и это может быть кейс, который не совсем сработает, тогда вам понадобится backup, но это такой отдельно сложный кейс. Конфиги, как я уже сказал, грамотный, правильный администратор скажет, что все это не нужно, и конфиги надо держать отдельно в системе управления конфигурацией, но как самый простой кейс, мы, например, складываем, делаем в slash.tc папку с репозиторией гита, и мы покронно делаем commit этого гита, и мы покронно пушим это просто в нашу систему репозитори, с которой мы можем восстановиться. То есть очень часто такие случаи, когда можно все забэкапить и не забэкапить конфиги, а тут у нас будет эта штука закрывает две вещи. Эта штука закрывает удаление конфигурации, эта штука закрывает необходимость восстановить конфигурацию в случае аварии дата-центра, и эта штука, к тому же, позволяет посмотреть историю изменений конфигурации просто гитлогом в процессе работы, чтобы понять, как, зачем, какое изменение было внесено и когда именно. Составляем список по конфигам всего, что надо бэкапить. Часто-часто-часто не бэкапят кроны, часто не бэкапят конфиг, и это все бэкапим. Совсем по-хорошему используем управление конфигурацией и вообще про это не думаем. У нас есть какой-то центральный репозиторий управления конфигурацией, который тоже, конечно, надо бэкапить, из которого мы уже можем, если что, задеплоить нужный работающий сервер. Теперь другая важная штука. У нас, среди прочих алертов, которых у нас мы получаем где-то порядка сейчас сотни в час дежурного, есть алерты, связанные с работой бэкапа. Это вот как раз те проблемы, про которые я говорил до этого. Заканчивается место, сменился пароль и так далее. Вот по нашей статистике бэкап на одного клиента ломается где-то раз в 29 дней. Соответственно, если вы настроили резервное копирование, не проверяли его значительно дольше, скорее всего, он у вас уже сломан. У нас приходит клиент с так или иначе сломанным бэкапом каждый второй. То есть, бэкап настроен год назад внешним админом, он работал, 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 в какой-то момент он прекратил работать, и это никто не проверяет. Нужно мониторить процесс создания бэкапа, место на диске, можно мониторить сам сервер, место на диске, доступность сайта, поскольку, например, если вы бэкапите ночью SQL-дампом огромную базу в течение 8 часов, есть очень большой риск того, что все эти 8 часов ваш сайт не работает. Мониторим, собственно, вывод бэкапных скриптов, чтобы мониторить процесс создания бэкапа. Если вы бэкапите экстра бэкапом, а у вас после окончания экстра бэкапа в конце не написано и на бэкап из completed ok, скорее всего, что-то сорвалось, и бэкап уже не рабочий, можно на этот алерт среагировать, и можно посмотреть, что происходит. Мониторим размеры залитых бэкапов. Если файлы стали слишком маленькими, нам нужно алерт, и нужно посмотреть. Мониторим изменение размера залитых бэкапов. Если мы бэкапимся, например, с резервного сервера и размер бэкапов перестал изменяться, значит, скорее всего, мы бэкапим старые данные, и, скорее всего, с этим нужно тоже что-то сделать. Мониторим последнюю дату залитых бэкапов на бэкапном сервере. Прошло какое-то время, нет бэкапа больше суток, нужно среагировать, нужно посмотреть, что случилось, нужно с этим что-то сделать. Контроль. Да, мы мониторим бэкапы, теперь нужен человеческий контроль. В первую очередь, мы не верим всем этим скриптам, всем нашим алертам, ничему не верим, потому что бэкапы это такая штука, которую нужно все равно проверять руками, которую нужно постоянно бояться, постоянно смотреть, что она делается и контролировать еще и руками. Самая простая вещь, просто проверяем, распаковываются ли архивы, выглядят ли в них данные нормально. Дальше смотрим на то, сколько времени стал распаковываться, наш архив не оказывается ли так, что мы думали, что это делается 20 минут, а стало делаться 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов. Смотрим на то, что в бэкапах есть то, что нам нужно, те файлы, которые нам нужны. Смотрим на то, что из бэкапов, которые мы распаковали, можно попытаться восстановить базу, она работает, там есть и данные, что нам нужны. Пытаемся, как самая сложная и самая ответственная процедура, пытаемся из этих бэкапов регулярно поднять сайт, смотрим, что этот сайт заработает, что он будет работать как нужно. Ну и, собственно, дальше пытаемся с этим всем жить. Какие можно еще дать глобальные советы по организации резервного копирования? Если бэкап не проверяли, это никакой не бэкап. То есть он, скорее всего, либо он у вас уже сломался, либо он сломается у вас в ближайшее время и с этим будут проблемы. Либо он у вас работает, но там данные, которые вам не нужны, которые вам не помогут. Реплика и репликация – это не бэкап. Если у вас есть просто зеркальный сервер, на который передаются все данные и все операции, которые происходят на основном сервере, то если на основном сервере произойдет удаление данных, оно произойдет на реплике, на зеркале. Фактически нужно отдельно бэкапировать и отдельно переносить данные. Сделать правильно на старте проще, чем сделать правильно потом – это очень важная штука, потому что мы часто видим, когда приходит клиент с сервером вообще без бэкапов, с сервером, на котором бэкапы создают большие проблемы, их приходится прерывать. когда объем данных уже большой, и начальный бэкап, например, и начальную реплику для бэкапа сделать уже довольно сложно. Если мы сделаем бэкапы на самом первом этапе правильно, и затем просто будем их немножко подстраивать под то, что изменяется, то это гораздо проще, чем потом в какой-то нужный момент понять, что у нас несколько месяцев мы живем без бэкапов, делать любые операции уже очень страшно на сервере, а нам нужно с этим еще как-то жить. Ну и все равно все очень страшно. Бэкап — это такая штука, за которой нужно постоянно следить, постоянно проверять руками, постоянно смотреть, что работают они нормально, и постоянно бояться, что что-то в них может сломаться, потому что это фактически последний пост, который может вас спасти от какой-то фатальной ситуации. В принципе, все. Ну да. Сейчас сходим. Я все. Да. У меня главный вопрос. А как вы бэкапите то, что восстанавливает бэкап? Ну, мы делаем дополнительный уровень для клиентов, то есть мы не говорим клиенту прекращать его бэкапы. Мы обычно делаем, если у клиента есть свои собственные бэкапы, это очень круто. Мы их не трогаем, пусть они бэкапятся туда, куда они бэкапятся, мы проверяем и там, что они бэкапятся, а мы еще бэкапим к тому же и к себе. То, что у нас сделано для, собственно, бэкапов клиентов, она на дух машины уже живет, но там уже все сложнее, да.